Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорама. И сегодня мы с вами поговорим о таком вот интересном принтере от компании Nova 3D и принтер этот называется Elfin. Модель на рынке не новая, не свежая, но почему-то принтеры других фирм в данной ценовой категории ценятся больше. Видимо из-за того что армия фанатов фирмы Nova 3D не настолько велика или потому что принтер в россии пришли довольно таки поздно. В комплектации с данным принтером идет стандартная воронка для этих моделей и для этой фирмы. Перчатки, сменная кассета для ванны, она выполнена в виде модуля также как и у старших моделей и это кому-то удобно кому-то неудобно расскажу позже об этом. И бокорезы которые идут вместе со старшими моделями довольно таки неплохие, то есть обычные простые бокорезы чтобы можно было срезать поддержки. И мануал. Если у старшей модели это выполнено в виде книги, то здесь это просто документация распечатана на листах А4, но вам она особо и не понадобится, если честно. То есть здесь всего лишь дана информация по тому, как пользоваться данным принтером, что входит в комплект, но как бы многое понятно уже из того же обзора и прочее. А по калибровке и многим другим вопросам можно найти очень подробное видео на сайте производителя. Также у нас в комплекте идет аэратор или распылитель, не знаю даже как правильно его назвать. Такая вот вещь. Очень удобно для того чтобы обрабатывать пленку или экран. То есть я залил сюда спирт и распыляю его на экран и протираю его от пыли и прочих других вещей. И стандартная флешка, которая идет со всеми моделями новой 3d на 4 гигабайта с гравировочкой. Ей если честно я ни разу не пользовался. А теперь самое главное. Посмотрим, что у нас внутри данного принтера. Посмотрим его внешний вид и его особенности и плюсы, а также минусы. Сразу что привлекает внимание это сам форм-фактор принтер. Он выполнен в виде треугольника с круглёнными краями. Это выглядит прям ну красиво. Колпак из акрила толщиной 5 миллиметров. Защита ванны от ультрафиолета. Выполнено все довольно таки качественно и добротно. Сверху имеется наклеечка с логотипом, что тоже привлекает к себе внимание. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас есть стандартно для фирмы Nova меню. Как вы видели, принтер довольно таки долго включается. Я объясню почему. Потому что внутри здесь не какое-то стороннее программное обеспечение, собранное на коленке, да. А внутри установлен полноценный Android, на котором данный принтер работает. Поэтому включение довольно таки долго и размер внутреннего хранилища равен 8 гигабайтам. То есть этого очень много для целой коллекции фигур. Из настроек особо ничего нового нет. Это информация о данной печати, которая сейчас идет. Файловые архивы, то есть локальные файлы или USB файлы. Здесь вы выбираете то, что вам необходимо. Управление. Платформы непосредственно, то есть калибровка и прочее. И настройки, которые включают в себя проверку работоспособности экрана, языковая панель и настройка интернета. Потому что в данном принтере встроен Wi-Fi модуль, как и в более дорогих моделях от данной фирмы. Экран у нас идет полноцветный. Экран здесь установлен стандартный для всех моделей от фирмы Note 3D, которые вы можете встретить у нас на российском рынке, с разрешением 2К. Также выполнен по технологии, как и у Band 4. Здесь экран модульный. И причем площадь построения такая же, как у более старших моделей. То есть 130 на 70 на 150. Так как экран от этого принтера подходит также к более старшей модели Band 4. И что очень удобно, если у вас, допустим, есть 34 принтера от данной фирмы. Платформа сама идет уже полностью выровнена по отношению к экрану. То есть вот эта вот платформа черная, она болтами вот этими выведена в ноль, чтобы было идеально ровно, идеально параллельно кювета экрану. Что упрощает нам с вами калибровку и нам всего лишь необходимо установить принтер в ноль по листку. Все, больше делать ничего не надо, потому что он уже выровнен и платформа здесь стоит мертво. Объясню, почему принтер так мало стоит. Потому что сам корпус выполнен из пластика, но не пластика такого, как у Photon S, а из хорошего софт-тач пластика. То есть он довольно-таки приятный на ощупь, матовый. Внутреннее строение все выполнено из металла. И как бы сама платформа, она тоже полностью выполнена из пластика, так же как и направляющая. Наша направляющая, вот эта, она целиком выполнена из пластика. В связи с этим идет удешевление самой модели. Я не нашел информации, насколько мне известно, подшипники здесь не установлены на рельсе. То есть здесь рельса идет без подшипников, не так как у более старших моделей Band 4. Но могу вам сразу сказать, сильно на качество печати это не влияет. Рельса сама очень жесткая, очень такая серьезная. По толщине согнуть или повредить ее очень сложно. Пластик тоже выглядит довольно-таки крепким. Но нам же не кидать его и не играть им в футбол, поэтому все выдерживает. За счет того, что у принтера пластиковый корпус, пластиковая платформа, пластиковое крепление, то есть за счет этого стоимость данного принтера очень низка. И составляет конкуренцию даже таким принтерам, которые гораздо дороже. Например, те же Foton S. Крепление ванны здесь выполнено довольно-таки интересно. Сама ванна обладает ножками, как и у более старшей модели Band 4. Но сама ванна выполнена из пластика, как и многие элементы. Вы можете ее ставить спокойно, не боясь, что вы поцарапаете FAP пленку. Установка ванны довольно-таки интересно выполнена. Она просто ставится и закрепляется фиксатором. Наша ванна вставляется в базы и вот этими двумя зажимами зажимается. Все, то есть она у нас установлена. Что могу сказать по тому, насколько принтер хорошо работает и насколько он приятно выглядит? Ну, я думаю, выглядит он на десяточку, потому что дизайн он действительно интересный. По работоспособности могу сказать, что он очень легко калибруется, потому что платформа уже имеет идеальную параллельность к экрану. И нет вот этих вот болтов, как на Band 4 и прочего. То есть здесь уже все, можно сказать, выровнено. Ваше дело только откалибровать через панель Control и все. Информацию об этом можно посмотреть на сайте или в мануале. Так же, как и Band 4, Принтер имеет интерфейсы USB, Ethernet и Wi-Fi модуль там уже встроен внутри. Мы с вами поговорили о особенностях данного принтера от Nova 3D. Я думаю, самое главное для всех, кто смотрит данный обзор, это насколько хорошо этот принтер печатает или насколько плохо он печатает. Например, я напечатал на нем уже довольно таки много моделей. И могу сказать, что он практически не уступает старшей модели Band 4 по качеству. Для того, чтобы начать печать на данном принтере, нам нужно его откалибровать. Я это уже сделал. Вторым этапом нам всего лишь нужно залить смолу в ванну и начать печать. А видео о том, как это все выглядит, я расположу в углу экрана. Можете посмотреть, кому это интересно. Просто я не вижу смысла по десять раз останавливаться на одной и той же теме. А теперь, сейчас мы перейдем с вами к плюсам и минусам данного принтера, потому что, наверное, здесь есть о чем поговорить и есть с чем уже сравнивать. После того, как мы выполнили нашу печать и промыли ее, засветили ее в лампе ультрафиолетового света, мы можем посмотреть на наше качество печати. Качество печати, как я и сказал, у данного принтера превосходно и практически ничем не уступает более старшим моделям, таким как Band 4, Band 3, который в России никогда не продавался. Но все же, давайте посмотрим более детально, чтобы оценить немного качество вблизи. Я напечатал такого вот мага от LUT Studio. Как видите, все мельчайшие детали проработаны, скругленных краев нет, все довольно таки красиво. Также распечатал совсем маленькие миниатюры 28 мм от Heroes in Fine. Это вот такие вот гномы, я не знаю кто это, но они мне запали в душ, так сказать. Чтобы вы могли оценить детализацию. На миниатюре 28 мм. Так печатает данный принтер, а фигура просто загрунтована. Также более крупные миниатюры 60 мм от Archline Game. Волджин из вселенной World of Warcraft. Как видите, прорабатывает принтер практически все мелкие элементы на 100%. И выглядит все это потрясающе. А теперь мы с вами поговорим о плюсах и минусах данного принтера более подробно. Третье, наверное, то что первый и самый главный плюс любого 3D принтера для пользователя. Это его качество печати. Качество печати вы видели, качество печати превосходное. Поэтому это огромный плюс в копилку данного принтера при всей его стоимости. На момент записи ролика на Алиэкспрессе была распродажа. И принтер стоил в районе 17 или 18 тысяч. Я точно сказать не могу. Но в этих пределах. Это, можно сказать, минимум на российском рынке. Второе, что можно назвать плюсом, это модульность. То есть экран меняется буквально за 5 минут. А так как экран расходник, это огромное преимущество по сравнению с другими принтерами. Есть встроенная память на 8 гигабайт. И Wi-Fi модуль, который облегчает нам работу с файлами, которые мы подготовили для печати. То есть USB накопителями пользоваться более не надо. То есть мы можем отправить непосредственно с компьютера и запустить печать с принтера или с компьютера через программу NovoMaker. Также плюс в том, что мне, например, пластик понравился больше. Объясню чем? Тем, что с анодированного алюминия очень неохотно стекает полимер с пластиком. Он просто скатывается. Я не знаю, как это работает, но пластик практически всегда чистый. А вот с алюминия приходится его полимер стирать. Для меня это плюс, а другие могут рассуждать, как им удобнее. А еще один плюс – это цена. То есть это бюджетный принтер, очень бюджетный принтер. Который, в принципе, можно себе приобрести для того, чтобы заниматься неспешной печатью дома, для себя и прочее. Но остается один минус, такой же, как и у Band 4. Это родное программное обеспечение. То есть слайсер годится только для того, чтобы нарезать в нем файл для печати. Все. То есть поддержку устанавливать вам в нем не получится. А в общем, что могу сказать по данному принтеру? То, что лично от себя я могу сказать, что это отличный принтер за свои деньги. То есть это идеальное сочетание цены и качества. А на данный момент, кому видео оказалось полезным, подписывайтесь на новые видео. Ставьте палец вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok